Казахстан и Беларусь лидируют в рейтинге успешности стран СНГ по мнению россиян. Они считают два этих государства главными партнерами, а президентам Нурсултану Назарбаеву и Александру Лукашенко выказывают наибольшее доверие. Таковы итоги опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения. Позиции Казахстана и Беларуси в рейтинге успешности и доверия окрепли по сравнению с показателями прошлого года, в то время как большинство стран СНГ сохранили или ухудшили показатели. Так, если в 2014-м 45% россиян называли Казахстан вторым после Беларуси успешным государством на постсоветском пространстве, то сейчас в этом уверена половина жителей. Другие республики идут с большим отрывом. На третьем месте Армения, за которую проголосовали 11% опрошенных. 53% называют Казахстан наиболее надежным партнером своей страны. По мнению политологов, такие данные свидетельствуют об успешности евразийской интеграции, а высокий рейтинг президента укрепила активная деятельность Нурсултана Назарбаева в урегулировании конфликтов, в первую очередь в Украине. Беларусь и Казахстан также лидируют по уровню защиты прав русскоязычного населения с точки зрения россиян. Беларусь и Казахстан на протяжении уже нескольких лет, последних шести лет, уверенно лидируют в рейтинге успешности стран СНГ. И в нынешнем году их позиции лишь окрепли, по мнению наших граждан россиян. Опять же, данные государства наши граждане видят главными партнерами России, а их лидеры имеют очень высокий уровень доверия со стороны наших граждан. Вполне ожидаемые результаты. На самом деле, это тенденция, которую ЦИОМ фиксирует уже на протяжении нескольких лет. Очень заметна тенденция этого года, что растет динамично рейтинг доверия именно к Нурсултану Назарбаеву, что также довольно показательно, поскольку в информационном пространстве хорошо заметно, что именно президент Казахстана демонстрирует наиболее взвешенную, наиболее мудрую позицию по отношению к основным геополитическим вопросам и по отношению к позиции России в тех или иных ситуациях в международной арене.